Всем привет! В эфире «Универа Ньюз», а в студии я, Артём Князев. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ посетила делегация из Узбекистана. Специалисты-международники провели образовательный форум. В университетской клинике прошел мастер-класс по применению видеоцифровых технологий. Казань с визитом посетила делегация из Республики Узбекистан во главе с Хакимом Бухарской области. 25 февраля он выступил перед своими соотечественниками, студентами университета. О том, как это было, в сюжете нашего корреспондента. В Казанском федеральном университете состоялась встреча Хакима Бухарской области Уктама Барноева со студентами из Республики Узбекистан. Делегацию в императорском зале приветствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Мы сегодня собрались в этом историческом актовом зале нашего университета, где проходило достаточно большое количество разных мероприятий. Здесь читали актовые лекции, подающиеся ученые. Встречались большие политические лидеры, президенты стран. И вот мы сегодня собрались в этом зале для встречи студентов из Узбекистана. Во время встречи Уктам Барноев объявил обведение стипендии Хакима Бухарской области для студентов КФУ из Узбекистана. Самые отличившиеся, по мнению преподавательского состава, учащиеся будут получать дополнительный доход в размере 200 долларов. Уже второй день мы, как у себя дома, везде погуляем и очень рады успеху Узбекистана. Конечно, наш визит стал условием поручениями президента двух стран, полгода Мирома Анатольевича Мерзияева и Владимира Путина, который состоялся в прошлом году в Ташкете, участвуем глав регионов Российской Федерации. После окончания встречи делегации продемонстрировали возможность университета в области медицинского образования. Для гостей провели экскурсию по симуляционному центру и университетской клинике КФУ. Камиль Гимастинов, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Направление «Международные отношения» считается одним из самых популярных среди абитуриентов. Перспективная и престижная специальность предполагает зарубежные стажировки, практику в международных организациях и многое другое. 25 февраля в Казани прошло открытие образовательного форума «25 лет подготовки международников». Подробности в сюжете. 25 февраля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное заседание, посвященное открытию образовательного форума «25 лет подготовки международников в Казанском университете». 6 декабря 1994 года по приказу ректора Казанского государственного университета было образовано межфакультетское отделение международных отношений и началась подготовка по направлению международное отношение. На торжественном заседании собрались выпускники и студенты Института международных отношений, а также преподавательский состав, стоявший из тока создания кафедры международных отношений и специально приглашенные гости из структуры государственной власти. Сегодня, во-первых, будут присутствовать наши выпускники. Часть из них работает в системе Министерства иностранных дел, представляет нашу страну за рубежом в разных странах, в том числе в Организации объединенных наций в Совете Безопасности ООН, в Американском посольстве и так далее. Поздравление Институту международных отношений КФУ передали министр иностранных дел России Сергей Лавров и аппарат президента Республики Татарстан. Поздравление огласил директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов. Также с поздравительной речи выступил первый проректор КФУ Рияс Мензарипов. Он рассказал об истории кафедры и ее деятельности с момента создания. Поздравление от иностранных университетов огласила дикан Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений Эльмира Хабибулина. В любом случае стоит попытать удачу и получить диплом, если это получится, закончив 4 года, или магистрский диплом получить. Это, мне кажется, будет для выпускника Федерального университета пропуск в дальнейшую жизнь, в дальнейшую карьеру. В завершении торжественной части прозвучали видео поздравления от выпускников-международников Казанского Федерального университета. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. 25 февраля в университетской клинике прошел первый в Казани мастер-класс по применению видеоцифровой системы «Спайглаз». Ученые из клиники, а также приглашенные специалисты рассказали и показали на практике ее возможности. Подробнее об этом в сюжете Льва Деденко. 25 февраля в университетской клинике Казанского Федерального университета состоялся первый мастер-класс, посвященный теме «Современные возможности пероральных эндоскопических исследований внепеченочных, желчных и панкреатических протоков и применение видеоцифровой системы «Спайглаз». Мастер-класс был проведен для практикующих врачей, а также для интернов в клинике под руководством старшего научного сотрудника хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии Российского национального исследовательского медицинского университета Станислава Будзинского. На сегодняшний день этого оборудования нет ни в одной клинике Поволжского федерального округа. То есть это оборудование есть только на сегодняшний день в клиниках города Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. В ходе мастер-класса была представлена инновационная видеоцифровая система, после чего хирурги провели показательное вмешательство с ее помощью в организм человека. В принципе, как раз это и была классическая ситуация, когда у больного было сужение желчных протоков в самых высоких его отделах, уже фактически в области ворот печени. И был не совсем ясен генез причины этого сужения, то есть доброкачественное ли, либо все-таки, увы, для больного опухолевого поражения. И мы выполнили как раз осмотр данной области окклозии, данного сужения. И под контролем зрения выполнили забор биопсийного материала. По словам экспертов, подобная процедура проводится в Казани первый раз. В Москве и Петербурге ее уже несколько раз применяли на практике. При этом были показаны хорошие результаты. Данная методика способна вывести диагностику заболеваний на абсолютно новый уровень. Все-таки это, конечно, в виде первичной диагностики применяться в никакой мере не может. Это уже пациенты должны быть достаточно хорошо всесторонне обследованы с помощью других методов лучевой диагностики. И когда есть сомнения при применении компьютерной томографии, эндоскопического ультразвука, магнитно-резонансной томографии, все равно остаются сомнения в плане окончательного диагноза, вот тогда действительно на помощь клиницистам может прийти вот эта методика, которая позволяет и оценить внешне, и, что самое главное, возможно взять биопсию для морфологической верификации диагноза, опять же, под визуальным контролем, что окончательно уже даст ответ на то, чем болеют наши пациенты и, соответственно, что можно предпринять для того, чтобы им помочь. К слову, несмотря на то, что методика относительно новая, первый раз ее испробовали еще в конце 2017 года, а в Европе ее уже активно используют. И вот теперь инновационные технологии добрались до Татарстана. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. В Казани прошла лекция министра финансов Республики Татарстан о текущих бюджетных процессах в существующих экономических условиях в республике и в стране. Подробности в следующем сюжете. 22 февраля в актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла лекция министра финансов Республики Татарстан Радика Гайзатулина. Во время своей лекции Радик Гайзатуллин рассказал студентам о текущих бюджетных процессах в существующих экономических условиях в республике и стране, а также представил структуру бюджета и то, как она формируется на основе нормативно-правовых актов и макроэкономических показателей. Эльвира Зорина, Тимур Табаров, Универ Ньюс. Детский театр «Радуга» представил спектакль «Кошкин дом». Все подробности далее. 22 февраля в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета театральная труппа детского театра «Радуга» представил новый спектакль под названием «Кошкин дом». Выбор пьесы не случайен. Пьеса, хотя и считается такой внешне легкой, но она на самом деле очень серьезной по содержанию. И мы преследуем не только творческие цели, развивать творческие актерские способности детей, но также и воспитательные цели, чтобы дети росли очень чуткими, добрыми, толерантными, умеющими понимать других людей, гуманными. И вот эта пьеса, такая легкая детская, она как раз этому и учит. Юные актеры пробуют себя в самых разных ролях, показывая творческие способности и мастерство первоплощения. «Сегодня мы играли «Кошкин дом», и я в ней играла кошку. Мы изготовились примерно месяц. Текст был легкий, поэтому мне его было очень легко выучить. Я играл бобра и петушка молодого. Я готовилась недолго, и слова выучила быстро. Следующий спектакль детского театра «Радуга» под названием «Я родом не из детства, из войны» состоится 4 и 8 мая. По словам организаторов, предстоящий спектакль не будет похож на все предыдущие. Лилия Талипова, Ленарта Валерьяров, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова